Сегодня мы познакомим вас с детьми знаменитых индийских актрис 80-х годов. Как они изменились? Какими выросли и чем занимаются? А давайте посмотрим! Тина Муним и ее сыновья Анмол и Аншул. Коронованная мисс молодая принцесса Индии 1975 Тина Муним прославилась в Болливуде с фильмом «Долг чести» в паре с Ришикапуром. У нее были отношения с Анджаем Даттом, которые не сложились из-за того, что Датт пошел по кривой дорожке, а также с Раджешем Ханной, ее партнером по многим фильмам. Однако и эти отношения закончились, так как Раджеш отказался развестись со своей женой Димпл Капади, чтобы жениться на Тине. 13 лет Тина Муним строила успешную карьеру в кино, но после замужества в 1991 году оставила Болливуд. Мужем актрисы стал миллионер Анил Амбани, который вместе с братом Мукешем Амбани регулярно входит в списки самых богатых людей в мире. У Тины и Анила двое сыновей – Джай Анмол Амбани и Джай Аншул Амбани. Джай Анмол родился 12 декабря 1991 года. Ему 29 лет и он уже закрепился в деловом мире, получив диплом бакалавра естественных наук в британской бизнес-школе Warwick. Он не любит жизнь на показ и старается держаться подальше от камер, хотя охотно сопровождает родителей на мероприятиях и иногда появляется в компании знаменитостей Болливуда. Джай Аншул – 1996 года рождения. Как и его брат, он не любит быть под прицелом камер и старается оставаться в тени. Скромный и религиозный, Джай Аншул пошел по стопам своей семьи как набожный индуист. Он имеет диплом в области управления бизнесом от Нью-Йоркской школы бизнеса, любит музыку, коллекционирует роскошные автомобили и самолеты, а также играет в любительской блюз-группе. Рати Агнихотри и ее сын Тануч Вирвани Милашка Рати Агнихотри, покорившая сердца зрителей в мелодраме «Созданы друг для друга» в паре с Камалом Хасаном, а также сыгравшая яркие роли в фильмах «Долг и закон», а также «Куртизанка», украшала своим присутствием фильмы Болливуда вплоть до конца 1980-х годов. В 1985 году она вышла замуж за бизнесмена и архитектора Анила Вирвани и спустя год родила сына Тануджа. Сейчас парню 34 года, он актер и модель. Помимо этого Танудж проявляет живой интерес к режиссуре и сценарию и снял несколько социально значимых короткометражных фильмов. Подмини Калхапуры и ее сын Приянг Шарма Подмини Калхапуры очаровала зрителей детскими и подростковыми ролями, будучи еще совсем юной. А в паре с Решикапуром в фильмах «Я докажу всему миру» и «Любовный недуг» стала настоящей звездой. В 1986 году, во время создания фильма «Сестры», она влюбилась в продюсера Прадипа Шарму и практически сразу вышла за него замуж. 9 февраля 1990 года Подмини родила единственного сына Приянга. Поскольку парень вырос в атмосфере кино, то его всегда интересовали фильмы. Родители поддерживали увлечение сына. Он закончил Институт кино в США и Лондоне, а также прошел театральные курсы у Надиры Бабар. Свою карьеру Приянг начал с помощника режиссера в фильме «Герой с плаката». А в 2020 году дебютировал в качестве актера в комедии «Всем удачи». Идем дальше. Пунам Дилони и ее дети. Дочь Палома и сын Анмол. Несравненная Нури из одноименного фильма была любимицей миллионов и вплоть до начала 90-х радовала поклонников своими фильмами. В 1988 году Пунам вышла замуж за кинопродюсера Ашока Такерию. В 1995 году родила дочь Палому, а год спустя сына Анмола. После рождения детей отношения пары разладились. И в 1997 году Пунам развелась. Дети получили образование в США и сейчас Анмол проходит курсы актерского мастерства, чтобы дебютировать в Болливуде. Шри Деви и ее дочери Джанви и Кхуши Капур. Шри Деви – первая индийская актриса, признанная суперзвездой в 1980-х годах. «Мистер Индия», «Родной ребенок», «Чандни» и еще несколько десятков замечательных фильмов. Ее личная жизнь была не менее яркой от романа с Митхуном Чакраборти до замужества с женатым продюсером Бонни Капуром на седьмом месяце беременности. В 1997 году она родила первую дочь Джанви, спустя три года вторую, Кхуши. Обе девочки решили пойти по стопам мамы. Джанви дебютировала в кино в 2018 году с фильмом «Биение сердца», а ее 21-летняя сестра пока еще готовится к дебюту. К сожалению, Шри Деви так и не увидела первый фильм дочери. В феврале 2018 года она умерла в Дубае, случайно утонув в ванной. Амрита Синха дебютировала в Болливуде с фильмом «Сила любви» в паре с Санни Деолом и была ведущей актрисой отрасли вплоть до начала 90-х, пока не вышла замуж за актера Саифа Аликхана и не оставила кинематограф ради семьи. В августе 1995 года она родила дочь Сару, а шесть лет спустя сына Ибрагима. К сожалению, в 2004 году Амрита и Саиф развелись. Сара закончила Колумбийский университет в Нью-Йорке, но, вернувшись в Индию, пошла по стопам родителей и дебютировала в кино в фильме «Кедранадх» с Ушантом Синхом Раджпутом. Сейчас ей 26 лет, и она считается одной из самых перспективных актрис Индии. 20-летний Ибрагим учится в Англии и планирует тоже связать свою жизнь с кино. В последнее время ходит очень много разговоров о его предстоящем дебюте. Идем дальше. Мадхури Дикшит и ее сыновья Эрин и Райан. Мадхури Дикшит проснулась звездой после выхода фильма «Жгучая страсть» в паре с Анилом Капуром. Она правила Болливудом с конца 80-х вплоть до начала 2000-х и даже потеснила с пьедестала Шридеви. После широко распространенных в СМИ спекуляций о ее личной жизни и романе с Анджаем Датом, Мадхури уехала в США, где вышла замуж за кардиолога Шрирама Мадхава Нене в 1999 году. После замужества она переехала в Денвер, штат Колорадо. Там же 17 марта 2003 года родила первенца, сына Эрина. Два года спустя, 8 марта 2005, актриса родила еще одного сына Райана. Мальчишкам сейчас 18 и 16 лет соответственно. По словам гордой мамы, Райан более застенчив и замкнут, Эрин более общительный, принимает участие в школьных драмах, играет на барабане, табле и пианино и любит танцевать. В 2011 году Мадхури вернулась в Мумбаи со своей семьей и теперь снова живет в Индии. Нилам Кадхари и ее дочь Ахана Сони Нилам снискала славу в паре с Говиндой в таких фильмах, как «Любовь-86», «Эгоист», «По зову долга», «Двое заключенных». Она также долгое время была с ним в отношениях, не зная, что он уже женат. В октябре 2000 года Нилам в Бангкоке вышла замуж за Риши Сетхью, сына бизнесмена из Великобритании, но их брак оказался недолгим. 24 января 2011 года она снова связала себя узами брака, на этот раз с актером Самиром Сони. После двух лет совместной жизни они решили удочерить девочку. Так, 2 сентября 2013 года в их семье появилась малышка, которую назвали Ахана. На удивление, Ахана очень похожа на свою маму в молодости. Мандакини и ее дети – сын Рабиль и дочь Рабзе и Найет Хакур. Она покорила Болливуд с незабываемым фильмом «Раджа Капура» «Ганг твои воды замутились», за который была номинирована на премию «Фильм Фэя» как лучшая актриса. Ее дуэт с Митхуном Чакраборти «Танцуй-танцуй», «Команда», «Сети любви» до сих пор любим многими зрителями. После связи с доном мафии Даудом Ибрагимом Мандакини оставила кинематограф, а в 90-м году вышла замуж за бывшего буддийского монаха, доктора Кагюре Ричпонет Хакура. У пары двое детей – сын Рабиль и дочь Рабзе и Найя. Несколько лет назад в интернете распространились слухи, что Рабиль погиб в автомобильной аварии аж в 2000 году, но это неправда. Парень жив и здоров. И даже в своем инстаграме написал в шапке «любитель фитнеса». И нет, я не погиб в аварии в 2000 году. Джухи Чавла и ее дети – дочь Джанви и сын Арджун Мехта. «Мисс Индия» 1984 Джухи Чавла дебютировала в Болливуде с фильмом «Владение султана» в 1986 году, но настоящей звездой проснулась после выхода драмы «Приговор» в паре с Амиром Кханом. Она правила Болливудом в 90-х и мало кто знал, что обаятельная актриса не свободна. Она вышла замуж за бизнесмена Джая Мехту, но долго скрывала сей факт. 21 февраля 2001 года Джухи родила дочь Джанви, а спустя два года сына Арджуна. В настоящее время Джанви и Арджун учатся в школе-интернате в Великобритании. По словам Джухи, дочь не горит желанием идти по ее стопам и мечтает стать писательницей или журналисткой. С вами был Александр и канал Болливуд Тайм. До новых встреч!